Добрый вечер, дамы и господа. Открываем пирожковые чтения. Первый из двух пирожковых чтений Львом Круглом, известным как Better Days. Добрый вечер. Формат у нас предполагается такой, что каждый из авторов выбрал определенное количество пирожков, определенных авторов, которые ему нравятся, и будет их читать. В принципе, я выбрал пирожки на определенную тему. И тема эта самая мрачная. Самая мрачная и унывая. На тему смерти, болезней и всяческих невречий. И первый пирожок от Кемела. Купил себе часы для смерти. На них ни цифр, ни стрелок нет. Они не тикают, а только к себе притягивают взгляд. Старушку смерть придумал доктор, чтоб дети не сошли с ума перед пустым дверным проемом, в который всех по одному. Когда к слепому и глухому из тьмы во тьму приходит смерть, ни слов, ни жестов театральных, а просто за руку берет. Именно. Любовь и смерть договорились замучить бедного Илью. Любовь приходит и приходит, а смерти нет и нет. Виталий думал, что до смерти еще довольно далеко, а смерть всегда стояла сзади. Съедала прожитые дни. Заюбка. В загробном мире море, солнце, компоты сухофруктов, торт, пар от земли, горячий чайник. Во внутригробном мире смерть. И жизнь прошла, и смерть проходит, а я все помню о тебе. Ты выжжена в мою сетчатку, на стенах ада твой портрет. Алкоголь. Со смертью жить совсем неплохо. Она вам варит вкусный суп, носки стирает, гладит брюки и ждет, и ждет, и ждет. Приходит ветер от востока, несет свободу и любовь. Семен заклеивает окна и понимает, это смерть. Это странно. Представьте, самолет разбился, и смотрим мы на Новый год. Короткий вариант про баню, иронию судьбы и смерти. В то время, как повсюду лето, внутри меня идет зима. И ты идешь, как смерть по венам, на старых выжах беговых. Аман. Что позади в пыли дорожной? Следы босые детских ног. Что впереди в белесой дымке? Таблетки, капельница, смерть. Старушка смерть берет коробку и открывает крышку. Там лежит девятилетний Ваня и просится опять пожать. Покемон. Там, за кулисами, во мраке, в костюме дятла Петросян. Рыдает в стену. Жалься, Боже, когда же смерть моя? Жизнь, 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 смерть. Вон, да. Когда я выйду из больницы, вот и плащ мой серый костер, хочу, чтобы ты меня встречала, в плаще один рукав за шеей. Купи мне папа жеребенка, лужайку, лето, двух друзей, но ты ведь даже из больницы меня не хочешь увезти. Купи мне позвонили из больницы, и звонкий голосок пропел, что наши яблоки и груши Катюше больше не нужны. Гагарин вышел из больницы спустя полвека, но его уже никто не ждет и даже уже никто не узнает. Заюшка Иисус, ну что там после смерти? Иисус израненной рукой размял неловко папиросу. Ты знаешь, Петр, ничего. Любила птичек Зинаида и завещала, чтобы семья ее посмертно измельчила и всю кормила воробьем. Яблокий вдруг остановился, поняв, в чем смысл жизни был, и так стоял до самой смерти с застывшим каменным лицом. Ама. И встанут перед смертным взором больница, офис, школа, дом и маму. Ну, конечно, маму. Темница первая. У смерти шелковая челка. Она везет меня с края, где дед и бабушка по кругу катаются девятый год. Олег считает дни до смерти. Выходит 345. Бросает пить, опять считает, не изменилось ничего. Вернично, ассорт. Детишки просят Деда Мороза. И он не может отказать. В мешке щенки, велосипеды, еда, наркотики и смерть. Звук. Это пирожок с конкурсом, в котором нужно было написать пирожок, в котором все слова односложны, только из одного слова. Вот Сапуз для меня написал. Век грустный, путь труден, людь уничтожен, цвет тускл, рост мал, в груди лишь боль. И страх, и гнев, и смерть не выход, а вход в тот мир, где грех обрет. Сначала Ольга и овладели, сперва тоска, потом Олег, потом опять Олег еще раз и окончательно тоска. Простел я в пасмурное небо, не помнящее журавли, свои тоскующие руки, давно не жавшиеся есть. Я не готова к листопаду, боюсь опять сойду с ума, от вида мертвых черных веток на фоне плачущих небес. Олег любил Зухру до смерти, а после смерти разлюбил. Вот так меняет человека какой-то в сущности. Должно быть смерть подобна футру. Всем стыдно за ночной бугар, и солнце ярко освещает, а курки наши и салаты. Мой мир почти что густ, в нем ветер, в окно бросает мокрый снег. А в центре я стою, и в осень гляжу сквозь мутное стекло. Жизнь пронеслась перед глазами, сказал Олег. А это смерть, на самом деле, у Олега перед глазами пронеслась. Потом опята собирая, нашла Людмила ржавый люк. Спустилась в шахту, там скелеты, и надпись «Осторожно, смерть!». Бежит молочный поросенок по скотобойному двору. Он видел смерть, и посидели щетинки на его спине. Покемон. Сломалась жизнь, погиб художник, замучен бытом и женой. Картины мокнут в казематах, на них мальчишки и цветы. Покемон. Петр не своей смертью помер, тверским залетным жигулем. А смерть своя повсюду ищет, меучит, нюхает углы. Дядюшка. Большая очередь за смертью. Из середины слышен крик. Смертей от секса больше нету, остались только от любви. Карима. Несколько моих крашков. У всех детей внутри по смерти. Внутри Рашида смерти нет. На хмуре у брови детский доктор. На пересадку записал. Другие купили ящик водки. А оказалось, там вода. Четыре друга отравились, а двое умерли с оттенкой. Догим невкусную овсянку, тогда все будет хорошо. И папа с мамой будут вместе, и бабка с дедом не умру. Я перебрыгнул через лужу, но поскользнулся и упал. И вдруг подумал, боже, боже, на что я трачу жизнь. Меня преследуют сомнения. Купители саночки и гроб. Ну, гроб, допустим, пригодит. А саночки, как знать, как знать. Я видел смерть. Я видел жопу. Я видел Брежнева вблизи. Боюсь, что жизнь уже не может ничем шокировать. Это посвящается жены на четвером раду. Все это у него было. И есть еще автор. Эмрус по имени Мария Раскина. У которой, в принципе, творчество по многому совпадает с этой темой. Я прочитаю только несколько перешков. Я умер очень аккуратно, чтобы не доставить неудобств. Ни родственников, ни знакомых, ни окружающей среде. Когда-нибудь я так устану, что просто разучусь читать. И тем же утром почтальону безумно засмеюсь улицу. Внутри меня разлился горький несовременный ноябрь. И пропитал с собой две трети весны в моем календаре. Одно единственное слово, и то от слез не разобрать. Но так о многом рассказала твое короткое письмо. Давно уже темно и пусто в моей усталой голове. И мысли о любви и счастье туда приходят умирать. Олег сегодня встретил Бога. И молча на него смотрел. А думал про войну, про бедность, про то, как у мамы умерла. Спасибо. Спасибо, Лев. Тут, собственно, развивка. Может быть, если хочешь... Давай я... Результат. Либо... Дядюшка. Ну, давай. Ну, как вам сказать... На самом деле, мы... Даже не парень... Так, и несколько пирожков разных рублей. Значит, дядюшка. Собственно говоря, я попытался выбрать те пироги, которые для меня, по крайней мере, являются чем-то ближе к запринаниям. Имеют какую-то негативическую составляющую. Ну, то есть поэзией являются, а не просто... Ну, то есть, как бы, чтобы было дело не в сюжете, не в какой-то конкретной фишке, а чисто рингвистическую, что ли, интересную для меня. Вот. Не знаю, будет ли это новато. Вам интересно. А для меня это действительно сродни к закринаниям. Ну, как, собственно, сама форма пирожка для меня, и диктория. Ты ничего, понял? О, Русь! На детях волчьи шубы, Христос не Бог, а дух дверей. Иконы бабы мажут кровью украдкой в жертвенные дни. Весна. Геннадий с чистой тряпкой в окно шагает мыть окно. Он юн, он знает, что бессмертен, что окна моет хорошо. А я люблю, ну, не объекты, не друга, родину и руль. А так, как будто косишь сено и удивляешься. Кошу. Кстати, вот эти два пирожка, это положение шеи. Это же решение я подряд несколькие подошло. Сперва измерил жизнь в Оксанах. Коротковато вышло жизнь. Тогда измерил в мокрых зимах, в машинах, в маркерах, в буре. С тех пор, как Павел поручили пости отцову саранчу, он каждый раз немного дальше уходит от своих ворот. Стихи на тему снегопада приснились, я их записал. А утро я вижу, это список ребят, которых заняло. Кувшин без донышка валялся, букашки думали, что храм. Любовь Егоровна, что мусор, а ветер думал, дубочка. В районе хорошая погода, все время ровно минус семь. Я бью в пустом поселке окна, и в них окружайся, летает снег. Это вот все женщины. Суда не плавают, а ходят. И этот незаметный штрих их ставит много ближе к кову, чем самолеты и людей. Это ироничная особа. Чтобы не распался мир на части, на недоступной глубине он стянут накрепко, до срока, кормяне испаринских гор. Александр. А если ночью хочешь водки, беги по полю босиком, потом по рельсам до поселка, потом в сельпо грызи замок. Александр. Когда я был с тобой вместе, все звезды гаснут, и цветы на клумбах вянули, и машины сбивают намерку. Оксана. Не знаю я, как это вышло. Она сказала, не люблю. И сам собою распустился цветком к ладонке. На полустанке полумесяц глядел в окно и видел, как в полупустом полувагоне тонился в полупроводнике. Простите, вдруг сказал бухгалтер, я ухожу гулять в леса. Все ваши глупые вопросы теперь по лосикам решили. И где здесь смерть, смеется Ольга, и вдаль идет, но смех ее звучит все яростнее, и уши зажавные падают в песок. Бога. Да, вижу, что у вас билеты, сказал Семену проводник, но остановки здесь не будет, здесь люди больше не живут. Откуда в доме эта кукла, спросил за завтраком отец. Такую же в шестидесятом мы положили брата в дробь. Я взвел курок еще за дверью, оттуда пахло молоком, а этот запах в нашем доме не мог принадлежать своим. Ну, это верно. Двух малышей нашли в подвале. Их крысы вырастили там. У них глаза желтые тигрин и кожа голубей летают. В дыре под окружной дорогой живет ужасный черный змей. И поезда гулят тревожен, когда он чешется от рейса. Под облаками, подождами, на злых колесах декабря мы обязательно вернемся. Хотя уходим не в сенька. А третий ангел вынул флейту и тихо заиграл буре. И ясно, что дойдет не страшный, доброжелательный тигрин. Последний блог был самого дядюшка. Ник Арагуа. Хотел бы продолжить начатый дядюшкой тему некоторого Саскинса. С Сирис наступившим Хэллоуином. Нечто о некой смеси черного юмора. Решал подумать. Да, да, да. Уже упомянутый Бог, мастер таких таинственных пирожков. Не вздумай плыть на этот остров. Там всех пожал гигантский стул. И приглашение на праздник прислал на самом деле он. Теперь мы можем возвращаться. В эфире только белый шум. И океан принес размокший, совсем пустой газетный риск. Я в вас не верю. Вы фантомы, кочет Кристина и бежит через толпу. И оседаются люди пылью перед ней. Держись, шептала мне Анфиса. Уже светлеет горизонт. И нам осталось до освета всего лишь 70 часов. И вдруг все звуки прекратились. А люди вытянулись в шиль. И закружились, словно рыбы, беззвучно озевая тыль. Семен как будто не ослышал. И весело продолжил речь. Лишь пальцы сжали спинку стула. И напряглись до березны. Там есть проход, но слева пропасть. Трудопредил меня Семен. Из-за тебя, конечно, в нее попробовать столкнуть. Как нежные руки спящей Жанны. И на запястье темный след. А значит, нас сегодня ночью стреляло именно она. Семен на когте у Сюзанны заметил черное пятно. Коснулся пальцем, и сосало туда Семена целиком. Передва Геннадийская одежда с Оксаной, та исчезла вдруг. А в пути Геннадий вонзился крючок и потащила вверх. Я побывал неравном доме, где вслед сзади бабкой умер дед пусты сусейки и амбары и сотни мертвых колоколов. Мехафрога, а вы уверены, Геннадий, что это именно трамвай? Скажите точно, нам надо вот в эту огненную пасть. Слой баррикады возле двери услышал приглушенный стук. Подумал, что вернулся папа. А это роботы пришли. Ирианин уходит с Викой, а возвращается один. И вороват, обвинувшись с салфеткой, вытирает руку. Вот мы открыли Николая, а там поменьше Николая, только маленький и злобный с коротенькими пальцами. Семен себе придумал друга, и то, как друг его предал, и то, как он за это другу ключи от дома глаз воткнул. Вот очень печально. Андрею кошки съели руки, синицы выклевали, потом ворона прилетела и грустно смотрит на него. Нет, Оленька, я не убийца. Что такое говоришь? Это вовсе не отвертка, а ключик в сердце твоему. И существующий здесь коробку. Снеговики качет мальчишка, бегая с улицы домой, слезах напуганной без шапки. Снеговики, снеговики. А с пнем Евгения, собратья, он увлечет на нас беду. Недаром на его портрете карава красной за очки. Аник стесняется Оксаны, не будет в осье кино, а держит дома. Дома проще убрать спинолиум снизу. Медлист не так активен сексу, сказал себе Вениамин. И сдушил за пол подушкой. Не изменилось ничего. Снеговики, не особо упомянутая. У этой курицы, голубчик, вкуснее передняя нога, сказала Таня. И Дима вздохнул, что-то выпинул под стоп. Очнулся в операционной. Покуп какие-то врачи в стильных мальвых повязках, но почему-то на глазах. Какой-то человек монетки бросает в парке на асфальт. Старушки, сгробившись, находят и подбирают, и едят. Я подарю тебе Оксану, сказал веселый Дед Мороз, как ты просил и сбросил глупо мешок увеситься с плечами. Сфотографировал, как небо свернул свиток, а потом пошел варить себе пельмени, пока не выключили газ. Федос, давай поднимем наши ручки, смеется Ольга, а Семен в кровавой луже шевелится и тянет в ней свои культики. Кошки. И что-то в ней нашел такого, Олегу мама говорит, тот улыбается и молча наедет, спарывает шок. Молчи, Клауица, видишь, нету, у нас ни денег, ни любви. Здесь только зеркалок прихожек для отражения детей. А здесь гробу довольно тихо, довольно скучно, и темно. Довольно холодно, довольно, довольно, хватит, не хочу. Олег прошел 101-й левел, дупитит пальцы в полуцемье, уже не пальцы, и с экрана в квартиру затекает связь. А вот на клятву Гиппократа есть, мне врач наука прошептал, есть антиклятву, и ее я только что и произнес. «О, нет, — подумал Анатолий, теперь выходит, что я телят, покрепь взялся за дробинку, с попа выжезла от песок. Вдруг без одной минуты полночь, сова заукал во тьме, и я почувствовал, что кухня вот-вот и сбротится срок. Женшинь. Нет, я не верил в Дед Мороза, но папа выстрел во тьму, пришел на крик, вернулся быстро, мужские валенки принес. А это я еще доказан, вдруг проговаривается, парнишка пригласивший выпить и полистать фотоальбом. А я хотел с инвалидом, и на локтях заполз метро, и в первый раз вблизи увидел, что вместо ног у всех людей. Детишки съехались на елку, наимниво и тискаем леску, их регионы присылают для жертв и лучших от обратных. Я надеваю водолазку, вновь застрял в водняке, а мама вдруг заволновалась, пробормотала, крупноват. Когда пустоты съели ингу, и стало ясно и легко, а тело инге пригодилось, чтобы немножко танцевать. Ты был со мной, груб, Геннадий, теперь ты труп, и не со мной. Ты между труп ежишь, и мухи ладошки над тобой труп. Вот это Дейс, уже выступавший здесь. «Любимый, я не понимаю, куда девается еда, и почему так часто ночью ты хочешь мусор выносить?» «Их лебедик», — сказал Геннадий, устами сочными, как мёд, неожиданно добавил, где держат в плепках ты и на ты. И дикция разница. Олег отрезал Зою руки огромным кухонным ножом, но Зоя ползла на сиськах и подтянулась на ушах. «Борис, тонатливый, я надо, ведь, может, лучше на земле. Когда он вдруг к нам заходит, мы затихаем и лежим. Я зажигаю свет на башне, когда хочется поесть, и вон, и сразу же выносят на берег трупы моряков. И, наверное, самый ужасный пирожок на свете, когда написан именно Петра Дейсом, когда с Олегом на работе случилась страшная беда, ему о ней не рассказали, и он всю жизнь о ней не знал». Максим сказал, «Хочу я, Боже, побежал играть в песок, а мама черными глазами смотрела на его штаны. Ап, Анатолий, лежим с тобой за руки, взявшись, старе высокой на лугу. На облака глядим, а птицы выклевывают нам глаза. Я дом без крыши, перед входом снимайте обувь и носки, любуйтесь внутренним убранством и постарайтесь с ней кричать. Дядечка, Зуха выкидывает вечность кусками старого Петра. Куски шевелятся, пытаясь пересложиться в слово жизни. Олег с лицом белее мелок, как жабу трубку положил, сказал, «Не пей имена, Оксана, на отряде колонн все». Пока у Нади сокла хуже, все стали старше, и она выходит, никто не смотрит, заговорила, а никто не смотрит. Я Павлик, живой журнал, журналы мертвых, ведет учитель заодно. По одному он вызывает, кто не вышел, тот другу. Силаев. Бомжей в кафешку не пускают, а деду Васе повезло, к Востоку его пустили на шашлыки и беляши. Аман. Где черный Петр под диваном голос, а Олег представился Олегом, подумал и сказал, «Седой». Сидят старушки перед домом, если приглядеться, то увидеть можно, что у каждой идет оттупо проводок. А ворует время Николай, какой-то полный человек, а Николай не замечает. Нет времени все замечать. Алкоголь. Стоит топор в угловеранной, а люди кушают и пьют, и смотрят в лес, и смотрят в небо, не замечая топора. Вахук избысты следы шакала, сбережит седая мать. Ангель сбойку жатся грифы, а львы поуды бежут в снег. Вот заживем теперь, Тамарка, вот скоро кончится война, и эти волосы и зубы мы сможем выгоднопродать. Идешь по городу и видишь, вот этот дедушка герой, а эта бабушка в окошке, в блокаду съела двух детей. На красной пленке появились, дома песока, стены крыш, двери голые, как люди, и небеса без оборудований. И закончил опять же пирожком Амана, разрешающим. Я пирожок, подумал Петя, когда езжал живым в грамму, и на крышку глобу гулка, как тесто падала земля. Давайте я вкратце расскажу о явлении пирожков в его истории, потому что слушать подряд огромный объем, к сожалению, невозможно технически, просто люди не рассчитаны на текст такой концентрации. Ну, правда. Собственно, похожие на пирожки стихи были, не знаю, всегда или не всегда, но, по крайней мере, очень давно, когда мне дали сборник Веденского, полное собрание сочинений, я открыл его в каком-то случайном месте, сейчас не помню в каком, и нашел там стих четырехстопным ямбом 9-8-9-8 без рифа, но в размере пирожка. Правда, он был написан с маленькими и большими буквами, но зато уже это знаков прикинать, то есть уже довольно близко к делу. Но формализовал Фомов пирожка алкоголь создатель. Он считается, соответственно, отцом-основателем жанра. Он в своем живом журнале в интернете выложил серию таких вот четырехстрочников без рифа, без знаков прикинать, и вообще только из маленьких кириллических букв пробел, что и закрепился. Первый из этой серии пирожок был такой. Когда играют кастаньеты, когда звучит пожарная гонка, идут по улицам солдаты, их ружья теплые, как соль. и пошло-поехало. После этого стали основываться ленты пирожков. Но, неважно, первый из них уже не существует, который был исторически первым. Существует с некоторых пор сайт пирожки.ру. Так сказать, официальная пекада всей осетины, откуда все мы. Поначалу не казалось, что это будет какое-то, скажем, субкультурное явление, что это перерастет в мир. Ну, вот такой вот жанр вроде как для своих. потом пирожки начали копировать и вставлять. Всюду. Чаще всего, черт подрал копипастер, расставляя большие буквы и знаки в припинание. За это хочется увидеть каждый раз. Вот. Но, тем не менее, часто без копирайдов. Потом кто-то додумался, что копирайд сохранять надо. Потом еще кто-то додумался, что не надо большие буквы пробелы. Потом я написал статью на Ларкмуре и люди стали быстрее до этого добрыматься. И на данный момент каноничные пирожки расползлись довольно широко, просочились на стихотворные чтения, в печать. Спасибо основателю первой ленты, который теснул первую книгу с пятию лучшим на твоем мнении, да и вообще классические авторные. Это Сохос, это собственно алкоголец основатель, это гучо, это женьшеньи вверх. И театр действительно прекрасный. Вот красная книга пирожков где-то еще подается наверняка в Москве. Есть на складе. Чем сядь не привезли и поймем. Да, я технически не мог ничего привезти, потому что у меня другого роста. А у тебя есть, да. За. у меня желтый есть чуть-чуть. так что видимо завтра надо будет довести красную и желтую книги пирожков. Еще есть прекрасная сила, что есть самый хороший пирожков. Да, в общем, не важно, важно то, что несколько разных пирожков вышли. У нас две есть. Некоторые из них доступны. Некоторые из них продаются. в любом случае все пирожки есть в сети. Ищите, обрящите. Есть сайт пирожки.ру, есть в соцсети, ВКонтакте, по крайней мере. На Фейсбуке алкоголь переплачивает хорошие пирожки, вроде есть какая-то группа. Вот. Такие дела. Сейчас я все-таки почитаю опять пирожки как таковые. Тут интересная вещь. Эта подборка, которую я сейчас буду читать, составлялась не мной. Есть автор некая Наташа под ником Fairhair. Не в смысле честный заяц, а в смысле светлого волосы. А вот. Она сейчас в Германии делает научную работу и подобрала подборку, которую я так сказать на аутсорсинг в удаленке буду читать за ними. Ну, харизма у меня меньше. Да? И голоса не цветует. Потому и меньше харизмы. Ты не ворота. Ну, как похуже. Мы включим воображение. Ну, похоже. Ну, может быть. Первый блок пирожков под авторством женщины. Да, концепция подборки. Это женские пирожки. Не в том смысле, что писали женщины. Хотя так совпало, что в основном пирожки. В каком смысле вы верника поймете по мере Чтина? Ни фотки ты не подарила мне, ни Валентинки, ни кольца, но я свою на память музыку не стилю сохранил. Свой сон еще раз прокрутила, чтобы убедиться в пятый раз. Там нету ничего такого. Там ничего такого нет. Китовый ус, атлас и бархат. В руках у бабушки корсель. И всех уже не вс... Чего? А, ну да. Еще раз простите. И так дировка не знаю. Китовый ус, атлас и бархат. В руках у бабушки корсель. Тугой. И всех уже не вспомнишь. Кому шатала. разжимурую. Валяюсь в ситцевой пижаме. И мне настолько хорошо, что чад меня считает нимфой в ажурном шелковом белье. Да, вот для этого борода. Как хорошо, что ты католик. и будешь должен рассказать на исповеди перед смертью про эту позу и меня. А чтобы ты не доедала, они придумали корсет Китай, религию, диету. отдай отдай им булочку смею. Ни слова не было в записке о том, чтобы не винил себя, а лишь про счет и про квартиру и про налога отдать. однажды я лежала ночью без одеяла и спала. А ведь конкретно в это время был шанс хоть что-то изменить. я бы не сказал, что вот это типичный женский трог, вообще толосовский веки. Мало не важно. Теперь ты груб, а я жестоко. А ведь совсем недавно я тебе посылки посылала, а ты съедала все ночью. Никто меня не развлекает. Тогда снимаю все делье, стою и все переживаю, представив, что вокруг толпа. Глядит начальница отдела куда-то мимо сквозь коллег. Отчеты завтра. А сегодня давайте вымнем окно про нашу начальницу. Прекрасно. Сейчас. я не была готова, милый, ты утащил меня в театр в одной дырявой комбинашке и глаз накрашен лишь один. Еще лягушке одинокой стрелу амуру принесло. Она себя то гладит лапкой, то под кувшинку заглянует. Следующий блок под авторством веры. Изначально женщины веры были олицетворением и воплощением женственности в порошках первые леди порошков были. Кронологически. Потом появились остальные и не уступали. Ждалась 2007-го, что ты приедешь погостить, а ты прислал мне телеграмму с соседней улицы Москвы. Любимый взял меня за локоть, подел кокру и показал все то, чего я не увижу вовеки, если не загнулся. Чтобы в любви ему признаться, пришлось напиться в полный хлам. И получилось, что сначала был секс, ну а потом любовь. Простите, а уж потом любовь. Перед серьезным разговором зашла в ближайший туалет, достала фляжку и глотнула, что пахло как от мужика. Открой буфет, вот хлеб и вина, а станет грустно, вот клармет, а станет скучно, вон там в спальне под одеялом я лежу. Включаю пленку задним ходом и все стараюсь рассмотреть момент, где мерзкая скотина опять становится тобой. какая мерзкая погода и снова герпес на губе опять весь день придется веер держать у самого лица. Как хорошо, что ты уходишь. Прекрасно, что идешь к другой, что все забрал. Так просто супер. Еще ударь меня. Ударь. Вы что, не видите, я плачу, сказала Зоя всем подряд, кто так нечутко за зарплатой с утра к ней в кассу проходит. Документалистика. Мир полон глубоко несчастных, не знающих о том мужчин, которые меня не встретят и не поют никогда. За попу сервера можно считать за документальность. Сейчас. Грусь у меня не пятый номер. Муж мне уехал на пять дней. Я не даю по первой просьбе, однако ходит слух, что да. Я постепенно добавляла в аквариум чуть-чуть вина. Помравилось одно из рыбок. И я сничу пустит. А вот такая подборка подборка Аплодисменты. Аплодисменты. Держи фирмоз. Вот. Я только хотел сказать, что да, мой выход на данный момент, если ты готова. Аплодисменты. Аплодисменты. Фирмоза. Крошков будет немного, мы все равно хакруем. Оксана. Сижу в засаленном халате среди нечищенных косуль, а за окном такое солнце, что жить не хочется совсем. Вера, я очень уважаю кошек, шептал дрожащий куколчок, а кошки удачную толпу на шахте везут. Беттердейт, пустой провинциальный город в похмелье кажется чужим, а может просто я попьянявшись городом вчера. Вера, люблю тебя, но как-то мимо и попадает не туда. Вчера попала на Сережу, сегодня вдруг мастерный торт. Ансибириан хаски. Кучину ночи пронизают колонны выключенных фар, идут автобусы на нерест, раздув тяжелые бокалы. Хелл, а мне пасихотерапевт, ну член, аккуратно показал, спросил, что мне напоминает, а я кричу, член, член. Валович, какое низкое коварство, убить южа и спрятать труп, а всем пиздец, что был в театре, что ли к тюкуле не тот. Григорий жизнь проводит в страхе. Он в детстве перенесет из детства. С тех пор боится ежедневно, он же сидел из детства. О господи, ну кто так лежит? Кто лежит вены поперёк? Их надо резать вдоль, смотрите, вот так, вот так, вот так. Это был Ома. Надел Олег один ботинок. И еще один стоит. Когда же этот прекратился? А где же это муханело? Это был Ома. Так хорошо сыграл на флейте второй механик Константин, что крысы с ботсмэном обратно позалежали на канал. Сокос. Я лыжник, объясняет лыжник охране Путина в Кремле. Мне надо было тут проехать, чтоб срезать, чтобы напрямить. Иисус сказал, Олимпиада была проверкой на любовь. Убедев съёжился и молча в окно трамвайной двери. Никарагуан. Висит на сцене в первом акте, где пустыла Петро и Ёжа. Внутри Бога Станиславский боится выйти в туалет. Теперь Анхастер. С тех пор, как отрастила жабры, дышать вот заново учусь. Когда-то ты был мне как воздух. Как воздух, то в чем-то детям. Киншет. Что значит, ты меня не любишь? Как это будет жить другим? Постой, что значит, отрываешь от сердца трех своих детей? Иисус купил себя боксёра. День у щенка. Гляди, не может наглядеться. Вот это друг не просто Пётр. Я робот и не понимаю твоих аналоговых фраз. Отрежь мне рыбки, это сколько? Давай поженимся, зачем? Давай сейчас к тебе поедем. И я совру, что не жена. И ты соврешь, что было супер. И я совру, что позвонила. Вера, нам тесно вместе в этом мире. Поэтому давай решим с тобой работать в разных сменах. Ура, по очереди рыть. Тоже, Вера. Теперь в живых и не осталось того, кто мог бы рассказать, какую роль сыграли кошки в Великом Красном Октябре. Заюшка, вы бакенбардами не тычьте. Возьмите рукопись. Я вас предупреждал, что принимаем стихи, набитые в ворде. Заюшка, а знаете, как сложно деве так подгадать, чтобы к Рождеству от непорочного зачатия родить Иисуса, а не мы? Микарабуа. На Новый год Илья оделся в костюм унылого говна. А утром молния заедет. Заедет раз в гостю. Да-да-да. Заюшка, а я давно не брал ходули, не надевал на ноги их и не ходил по скверу утром в ходулях пьяный и босонный. Кань Магдон. Привет, абстрактные евреи. Я поругался и за вас с отцом, коллегами и другом. И ты абстрактный ей. Привет. Вера. Прошло сто лет и я вернулся. Вошел, открыв своим ключом. Разбил шторы, вынес мусор и выбросил скелет кота. Тоже Вера. Коведу подали лошадку. Она лежала на боку. И прямо в душу мне смотрели ее печеные глаза. Алкоголь. Аккордеон стоит у печки. Решил не просушить меха. А то, когда меха сырлет, крещендо делает лебуть. Веттадей. Терроризирует Алену какой-то добрый человек. То неожиданно утешит, то шкаф починить не спросясь. Караков, не разговариваешь? Ладно, тогда тихонько посижу. Не шевеляйся. Не мешая не разговаривать со мной. Спасибо. Ну а что у нас с регламентом? А что с регламентом? С регламентом такая ситуация, что я понимаю так, что организатор мероприятия Влад выведет нас при превышении регламента автоматически. Поэтому пока может не париться. Да. По-моему, париться с тупейшем пока. Ну давайте. Так что я могу. Нет, ну... А, Север, у нас регламент только? У нас через 10 минут. Ну, в следующем утра эти концерты. На какому публике он тоже придется по нраву. Но завтра 8, опять пирожки. Ну, у меня два голоса у нас есть. Конечно, понятно. Это же, конечно, что у нас очень плавка. Нет, без поработки, что в любом случае будет мало, мы можем продолжать бесконечно. Может, мы тогда на завтра все так... Да, еще вставать. Есть, есть. Время еще есть, конечно. Ну давайте. У нас без каких-то таких струкций. Все, здравствуйте. Если я хочу, завтра никто не придет. На сайте зайду спешекся через дубль в. Я-то... Здравствуйте, все. Очень приятный вискок народу. Я ожидал, что будет 4 человека. И все свои, да. Поэтому я хочу прочесть пирожки, которые, в общем-то, приблизительно... Которые у меня лежат в столе на сайте. То есть их нет в открытом доступе. Устану. Из непознанного. Да, да. Из непознанного. Из непознанного. Да, да. Что вы такое говорите? Я просто разладел сексом. Ты никогда не спал с мужчиной. Я тоже никогда не спал. Ну давай я это выдам, оригинал на который я анализую. Это был пирожок самого Коробкова. Я никогда не спал с мужчиной. Ну, то есть нет, конечно, спал. Ну, просто спал. Вообще без секса. Ну, то есть что считать за секс? У вас Америка на связи? Там очевидно ясный день. А здесь темно и одиноко. По крайней мере, у меня. Не хочешь обсуждать вопросы, в которых обсуждают секс? Это вопрос к сидящим в зале. А с кем мне это обсуждать? Куда бы ни пошел Евгений, его преследует Олег. Врачи поставили диагноз. Евгения преследуют. На самом деле, да, это отсылка на знаменитый пирожок Горобца. Куда бы ни пошел Евгений, его преследуют бобры. Врачи поставили диагноз синдром навязчивых бобров. У меня у самого была вариация на... Ну да, ты помнишь, там был еще один пирожок Гучер, что Олег плохой ассимизатор не любит жидкого говна. Его Оксана называет чистюля маменькин сын. Боится жидкого говна. Да, боится жидкого говна, это и фишка, потому что гибридное звучит так. Олег плохой ассимизатор не любит... Нет, боится жидкого говна. Врачи поставили диагноз виду кока-кока. Извините за эти комментарии. Сработали. Поет Косматый Макаревич Еще не все разрешено. Еще не все погасли краски и смотрят на Маргулес. Зухра взяла слова простые, перемешала хорошо и все слова переменились на непристойные. Я не за то люблю Антона, что он тактичный человек, а за проникаренный голос и взгляд пронизывающий. Согрею шахматы и смажу и стану медленно играть и выберет тот, кто сможет съесть больше шахматов. Я не прячу, я не отчастливаю. Подзадорнова, конечно. А что, все ржут? Серьезные пирожки. Очень сильная манера исполняется. Примерно это от страха. Да, Натина? Да, старая. Когда ко мне пришла Оксана, не нарушая тишины, слова рассыпались, как блестки, побнаженные коже губ. На день рождения подарили, не помню старость или смерть, большая синяя бутылка венецианского стекла. Стоит огромный вентилятор в останки на 3-й лица. И люди в галстуках кидают в него лопатами говно. Почему нас их помнил, немцы? Ну, по этому реакцию. От взрыва боевой гранаты кровь у Олега из ушей. Он громко говорит ребятам, «Раз вы молчите, я пасхлю». От одноразового секса в меня вселяется печать, и я раздумываю, можно ли я использовать ее. В июле я хожу в футболке, кроссовках, джинсах и трусах. Девчонки надевают лифчик вдобавок этому всему. Когда 3 месяца без секса, тогда такой энтузиазм, что тот, кто первый попадется, вот мой мобильный телефон. Чтобы еще раз все обдумать или найти какой-то смысл, сижу и весь вчерашний вечер ищу потребу коробков. Мне очень нравятся девчонки. Кто бы что ни говорил, о чем бы ни было кому-то, а я иной-то говорю. «Дай поцелуй твой животик», услышал спящий Николай. И не проснулся. И в животик он поцелован был таким. Все социальные устои мешают социуму жить. И он не может развиваться, а кухнивается и все. «Люблю двутавровые балки, руками гнусь в бараний рог», сказал Олег, и повернулся к опоре крымского масла. «А поскольку все такие онлайн-люди, и в основном я, зайти в закрытый чат ВКонтакте и писать там для отхода глаз, войти в доверие к ребятам, и переспать с этим людям. А тот, кто любит целоваться, а не писать или читать, тот мы вообще ни ВКонтакте не останавливаемся». «А это что еще такое?» завозмущался Коробков, а все потупившись стояли, как будто секса не было. «А она вернулась из отъезда. Халява кончилась, и все мои подружки разбежались, и групповых секса нет. Прогуливаясь по Арбату, Вениамил увидел шлюх, но он не знал, что это шлюхи, и не умел их отличить. Вот это про генота, можешь прочитать? Про Бобров. Я голосую за енота, пока не берем пушистый, пока не берем надежный. Выборчить роман. Россия выбрала енота. Он был достаточно пушист, он был умеренно надежен. И он пушист. Он тоже такой пирожок внутренний. Спасибо, Михе, за енота. И Анатолию за хуй. И от души мое спасибо, Оксане, за учителя. Это штука простая. Это самая Оксана, которая, она же Ирчи Верчи, написала в свое время пирожок, к которому приделывается огромное, титаническое, бесконечное, несчетное количество первых строчек. Мной. Остальные еще можно. Ты просто первый, кто этим начал заниматься. Наверное, но не последнее не само, потому что... А пирог такой. А этот воздух настоящий. Учитель баночку достал. И от восторга за потери противогаза улетает. Олег сжимает вентилятор. Олег выходит на балкон и поднимается с балкона на полную длину штура. Олег сжимает вентилятор. Олег кричит, не подходи! Оксана медленно подходит. Звухра выдергивает. Олег кричит, не подходи! Олег кричит, не подходи! Как трахают с аутистов? Совсем не так, как ты и я. Они встречаются, и матч проходят вентилятор. Не дышь, Оксана, запрещаю из холодильника еду. Там мертвый ход. Нельзя другое, пока не ты едем кота. Я выключаю свет и ноут, ложусь в нагретую постель. Ты постепенно вспоминаешь все недосказанное. Я приходил, уже храпела. Я уходил, еще спала. Еще был интересный вечер, когда мы его нажрали. При приближении разврата я выскочил его встречать. Он не ко мне шел, а к соседям. И я его перехватил. А если это... А если это на меня? А если это был последний? Больше не пережил. К нам приходила Александра, но не смогла дойти домой. Когда вставать с кровати будешь, то и чуждая не споткнусь. Слушай, я сейчас... Да, давайте последний вот... А, ну хорошо. У меня, сочинение, наоборот, это надо выполнить за ним. Ну тогда мне бумажки. Вот, этот можно вешать в ленту. Осталось только записать строку, в которой станет ясно, о чем было. А он тоже такой... Тонсерочка такая. Неповторимый Леонардо говном картину написал. И до сих пор искусствоведы глядят на это полотно. Ну, на самом деле, эта аллюзия, она, да, тоже довольно известная. Толпа искусствоведов тихо, восторженно глядит на холст. И вдруг один, седой стройкой, отчетливо сказал. Да! На этом у меня тоже была жестокая переделка. Сколько? Толпа искусствоведов тихо внезла Олега на костюм. Олег кричал, что было мочи. Искусствоведы слухай. А, да, жестокая переделка, да. Здесь несколько пирожков таких наступационных. Сейчас я поймете, о чем я тут так говорю. Когда я говорю о Боге, обычно чувствую себя, как будто занимаюсь сексом с несовершеннолетним. Когда я говорю о беге, обычно чувствую себя, как будто говорю о сексе, а секса не в этом. Когда я говорю о Баге, обычно чувствую себя, как будто Дима Табуреткин, он нарочно допустил. Дима Табуреткин срождается в пирожки. Когда я говорю о Буге, обычно чувствую себя, словно тушу, одновременно двумя ботинками. Когда я говорю о Баге, обычно чувствую себя, как будто завываем чусь по пересеченной местам. Когда я говорю о Боге, обычно чувствую себя, как будто злые олимпийцы, и они меня решили извести. А вот эта моя любимая цель… Когда я говорю об уге, обычно чувствую себя длод сидеть об бегом, а в критах я не буду говнять. Когда я говорю «убогий», обычно чувствую себя, как будто я такой весь в белом, а он в кредитах и гавнее. А когда я говорю об Иде, обычно чувствую себя, как будто Хан, ко мне приехал в задание за 12 лет. Я думал про об Иде. Да, это кто-то другой. Когда я говорю об Иде, обычно чувствую себя, как будто Киев сдали красным, а мастер не написанным. Когда со всех сторон прорупа возьмите несколько гвоздей, размер практически не уважен и постарайтесь проглотить. Простые цифры 6 и 9. Я попрошу запомнить всех, кто в экстренную службу секса еще ни разу не звонил. Купил 4 литра водки с эффектом стерео 3D. Бухаю, и как будто в водку весь погружаюсь в целиком. Если кто не в теме, это тоже кавер на мой на этот раз. Купил анальный симулятор с эффектом стерео 3D. Ты включаешь, а как будто в жопу весь попадаешь в телеку. Давно и безнадежно любит в далеком городе меня та женщина, что вдруг кунапли посланочкой стирать. А вот дальше и дальше идет цикл, который очень никто не мечтал. Я был пьяный, и такое словосочнение возникло обои счастья. Олег купил обои счастья. Отклеил мне коридор. Начал клеить потолок, но они отваливаются. На кубике брюшного пресса, чтобы почувствовать ют, Олег Писташковых обоев Александрине прилепил. «Бениамин, я буду наглый», – пробормотала Зульфия. «Я принесла тебе обои. Стой смирно и не шевелись». Мария видела обои, которые купил Антон, и шла за ним из магазина, надеясь познакомить. Обои счастья облетели со стен квартиры Зульфии, но не везде. Я подвинул кровать в восточной стране. Оксана новые обои купила и несет домой. Она забыла, что купила такие же позвчера. Я продаю обои счастья, но не на ветрах, а на весах. Когда их бешают на стены, они отваливаются. Я покупал обои счастья. Наличных не было, и я подумал расплатиться картой, но передумал и шел. Купил крон обои счастья. Он ни к чему не подходил, тогда я по диагонали его приклеил на лицо. Пахмельный Александр Петрович зашел в хозяйственный отдел, а там висят обои счастья. И Александр расплакал. Узор моей нелепой жизни я видел в возрасте трех лет. Теперь он под тремя слоями других обоих купил. Вот сейчас ум. Фонарь оставил отпечаток ветвей и рамы на стене. А летом вырастает листья, и ничего не взорвать. Между зеленых занавесок сияет уличный фонарь. И я не сплю, и мама плачет. И слух какой-то никакой. Приклею новые обои. И перестану видеть те, что помню первые полгода, когда мы были счастливы. Ассортимент обоев счастья. Рисунок в стиле рококо. И модерновые мотивы. И с голыми женщинами. Геннадий думает о жизни. Она не складывается. И только Геннадий понимает. Обои несчастливые. Хотела новые обои. Хотела бежевый восход. Хотела розовые брызги. Поужинала не хочу. Узор сегодняшних обоев похож на сумеречный лес. Осу на нитях паутины. И завывание волков. Ты слушаешь кукушкин голос и отгоняешь комаров. А у меня рулон обоев на антрисолях кухонных. Олег купил обои счастья. Приклеил Зои на лицо. Приклеил на живот. И спину. На грудь подул и встал. Олег обоями оклеил дубовый с слониками гроб. Оксана недопонимает. Теперь не видно слоника. А дальше ничего не будет. Сказал Олег. И закатал Оксану Мёрфу в обои. Намазанный фейстом. Купила новые обои. Когда заканчивается обойный клей. Я раздеваюсь и вспоминаю о тебе. Зухра обудрала обои со стен квартиры Зульфии. Нашла проход к соседним сверху, к соседним снизу и с боков. Я попытался вспомнить вечер. Не вспоминается нигде, ни с кем, ни что, ни сколько выпил. Обои, что ли? Но на этом цикл заканчивается и продолжается все остальное. Курил кальян, и было мало. Смеялся, было нипочем. И целовался. Ноль эффектов. Тогда это это пулька. Давай обсудим сарафаны, и хороводы, и венки. А доньку, молодьбу, жапку давай не будем обсудить. Звонила смерть по телефону. Сначала длинные глупки, потом короткие. Наверное, сегодня был каркер. На похороны человека приходят все его враги. И ловят черные букеты. И из совочка водку пьют. Мне для детской аудитории тяжело выбирать. Враги поймали Перельмана и стали деньги предлагать. И так ему и сяк, и эдак. Не оскотинивается. Планкаре решен, все в шоке. Ах Перельман, шамон, шамон. А он молчит и в калькулятор вбивает дьявола. Я разбираю человека, и нахожу внутри него немного денег. И обратно не собираю никакой. Я получил намного больше твоей любви, чем заслужил. Но если говорить по правде, чуть меньше, чем хотелось бы. Одним из женщин надо дети, работа, мама, мужики, подруги, йога, книги, кофе. Другим из женщин надо я. Тебе со мной почти не скучно, а я тебя почти хочу. Но я один сегодня мальчик, а вас четыре за столом. Поскольку бывшие подруги меня не любят вспоминать, не напрягай их собою и новыми подругами. Нельзя ебаться, как хотите. Явитесь так, как я хочу. Воскликнул голый Анатолий, войдя в одетые метро. Знаете, кто знает Анатолий? Для тех же, кто его не знает, мы можем фотку показать. Что вообще такое Ебля, как невзаимосвязь людей друг с другом или человека с домашними животными? Она предпочитает бриться, но бриться не каждый день, а раз в неделю или реже. Я царапаю лицо. Прекрасен секс перед работой. После работы секс хороший. А самый лучший секс не вместо, а без работы. Закон тождественности женщин не выполняется, когда неверно называешь имя. А в основном он справедливо. Можно опять интерлюдию на ту же тему. Вот Маша один раз в пирожковый чат кинула две гениальных строчки, которые ей, в свою очередь, сказал их лектор по теоретической физике. Строчки эти звучат так. Их можно поменять местами. Они же коммутируют. И, значит, лучшие пирожки, к которым подходят эти две строчки, такие. Первый пирожок в оригинале такой. Кстати, того же самого Анатолия. Меня сегодня коммутатор соединил не с тем Петром. И через час я осознал, что мне уже не нужен тот. Соответственно, меня сегодня коммутатор соединил не с тем Петром. Их можно поменять местами, они же коммутируют. И второй мой, собственно. Ольгер читай жених. А значит, ищи другую Герчатай. А если все же хочешь эту, ищи другую жениху. Мы прям, да... Да, Ольгер читай жених. А значит, ищи другую Герчатай. Их можно поменять местами, они же коммутируют. Секс преждевременно окончен, вошедший в спальню Зульфий. У Зульфий, наверное, тоже теперь не скоро будет. Сейчас я трахну Короткова. Сказал мне громко, Коротков. Все замолчали, а Оксана включила фотоаппарат. Сейчас я трахну Короткова, учитель бабочку. От восторга за потери противодетов. Вот, пожалуйста, пример применения того самого. Олега растерзали свинейки. Он ничего не совершит. Такая просто у Олега биологическая роль. Евгений говорит Татьяне, целующий его плечо в лучах газоразрядной лампы. Не перехваливай меня. Я потому пишу о сексе, что я воспринимаю секс как близость высшего порядка между раздельными людьми. Он сыкал двух дип-ти, то есть двух прекрасных пирожков, строчку, в которую надеял бучо. Есть у евреев восемь втулок. Одну они отдали нам, три эльфа, гномам и дуидам. А остальные берегу. Есть у евреев два оргазма. Один, когда была война, они отбили у арабов. Другой Америка дала. Уже придумываешь цели по большей части от балды, и с каждым разом всё быстрее зачаровываешься. Ещё у меня есть шесть, семь, восемь этих лимериков. Ну это не в тему. Ну давай считра свой какой-нибудь автопик. Не знаю. Ну нам не по расчету. Судя по самому, спасибо. Дорогие господа, если честно, у меня впечатление, что Сергей Кротков успеет и лимерики почитать, и я свои руба ещё зачитаю. И, возможно, полезен интернет зачем-нибудь. Это совершенно не исключено. И я говорю это сейчас не только в порядке информирования вас, но и для того, чтобы немного отдохнули от верного ритма пирожков и их высочайшая конструкция. Так вот, если лимерики почитать, ритм какой-то другой. А, ну давай. Ну ладно. Ну я не мастер лимерика, но я отопрогу не путь. Может быть, скорее всего. Другое время. Ну это, в общем, поскольку... Поскольку ритма нет пирожков, то это как бы такая игра в ритму для меня, в основном. Больше, чем что-либо ещё, потому что для всего остального пирожки, конечно, лучше. Никогда не люблю Харакова. И не знаю, что в этом такого. Не люблю как поэта, и не только Заяна. Не люблю я как такового. У майора из Калининграда было двое активных снарядов. Но узнала жена, и мою руханах, а фараоны прищучили гады. То и лимерик же должен строиться, чтобы... Правильно, правильно, правильно. Желательно. У полковника из Подмосковья подрастала зачутка Прасковья. Не могу описать её ягодиц стать, красоту её нежных соскодья. Помню венецианские тролли уточили моих двух троллей. И нырнули в канал. Гондольер не догнал, и воспелась тогда в баркароль. Все подружки напилися пьяные. Всех подружек ввожу в ресторан. Всех по очереди. И вся ночь впереди. И с кальянной в другую кальянку. Две японские школьницы робкие. Развиваются юбки короткие, и морской ветерок холодит между ног. И картонные носит короткие. А вот это мой любимый грандиозный шестик. В деревушках по берегу Кубы все ладони рыбацкие грубы только чувства остры, потому что у рыб соль морская конкретная конфетча. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТЫ Дамы и господа, наше время окончательно вышло в связи с подъездом следующих поступающих. Большое спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я хотел бы представить нашего музыканта это Владимир Хлопус, это классическая гитара, но дело в том, что когда играет этот музыкант, всегда создаётся некая совершенно фантастическая импровизационная интимная атмосфера, и его музыка зависит от ваших эмоций, от ваших флюидов, от вашего настроения, которые будут растворяться в этой атмосфере. Поэтому я предлагаю вам немножечко поимпровизировать и поэкспериментировать, как это будет. Я представляю своего друга Владимира Павловна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, я всё это выложу в ленту. 13-го. 13-го выложу. Почему 13-го? У меня будет день рождения. АПЛОДИСМЕНТЫ А можно прислать тогда два пирожка и тебе скажи потом какие? Ладно. Ну, в принципе, тебе жалко. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На работе есть, да. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно где-нибудь выкладывать за 13-го? Ну, попробуй. Своим, авторством. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Давайте пять минут перерыв, да? Потому что засидели, если вы замьётесь, тогда вы... АПЛОДИСМЕНТЫ